Окружение 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 Превосходство над противником в силе Создать такое превосходство Вам поможет либо концентрация Большей части своих сил на выбранном направлении Либо выбор цели Более малочисленной группы танков Чем ваша Иными словами Вам не обязательно окружать сразу Всю команду противника Этим вы вряд ли достигнете превосходства И скорее всего Сами подставитесь под удар Для начала будет достаточно Окружать противника по частям С этого момента мы и начнем наши тренировки Этап первый В ходе первого этапа, который мы разобьем на два упражнения Мы научим наш клан или роту Действовать в малых группах В составе пары или тройки танков То есть в составе взвода В первом упражнении Мы разделим нашу роту на две части С таким расчетом, чтобы соотношение сил в командах Было два к одному И распределим силы, закрепив каждый танк меньшей команды За определенной парой из состава соперников Таким образом у нас получатся тренировочные тройки Каждой из которых мы отведем отдельное место К примеру, направив первую тройку На первую вертикаль карты по линии 1 А остальных распределив соответствующим образом по всей карте Их задачей будет встречная атака Каждая пара большей команды проведет ее следующим образом Первый танк должен сходу войти в клинч с танком противника А второй — зайти в тыл выбранной жертве И стрелять ей в борт или тыл Соответственно, танк, оставшийся в одиночестве Старается прожить как можно дольше Маневрируя и используя разницу во времени выстрела атакующих Чтобы подставить под очередной выстрел Наиболее защищенные части своей боевой машины Совет Обойдя танк противника с фланга или тыла Постарайтесь использовать свое выгодное положение для того, Чтобы поджечь его или сломать боеукладку В первом случае вы сократите время, нужное для уничтожения цели И потратите сэкономленные секунды на помощь остальным членам вашей роты Во втором — лишите противника шансов ответить вам в полную мощь А при удаче взорвете его, потратив всего пару снарядов Во втором упражнении мы поделим тренирующихся таким образом, Чтобы соотношение сил было 3 к 2 Задачу оставим прежнюю Участники тренировки должны будут провести встречную атаку Танки большей группы будут выполнять окружение встречной пары танков таким образом, Чтобы не позволить паре противника зажать какую-либо из боевых машин тройки в клещи Для этого два танка тройки клинчуют встречную пару, А оставшийся танк заходит ей во фланг или тыл В свою очередь пара танков должна будет постараться обойти любой из танков тройки противника с бортов И уничтожить его как можно быстрее, чтобы повторить этот маневр со следующим танком Общим правилом для всех участников тренировки будет следующее Огонь следует вести только по одному из танков противника до его полного уничтожения, Так как мы это делали на тренировке по фокусировке огня Отработав упражнение первого этапа, мы с успехом можем применять этот элемент впоследствии в рандомных боях, Закрепляя полученный на тренировках навык Этап 2 Основной способ окружения «Двойные клещи» достигается с помощью атаки флангов противника При одновременном давлении нашей атакующей группы по фронту наступления Во время второго этапа мы подготовим нашу роту или клан к такому способу действий в полном составе Согласовывая усилия различных групп танков нашей роты по месту, цели и времени Упражнение первое Разделим участников тренировки на две части Одна из которых будет иметь небольшое превосходство за счет нескольких средних танков Вторая, меньшая часть, должна будет занять оборону Задачей первой команды будет атаковать противника и в ходе атаки окружить его Затем, с помощью последовательной концентрации огня, уничтожить его максимально быстро Для этого танки атакующих должны разделиться на два эшелона Поместив средние танки во втором эшелоне под прикрытием тяжелых танков Как только тяжелые танки войдут в соприкосновение с противником Именно в этот момент и не раньше средние танки атакующей группы должны будут выйти из-под прикрытия И прорваться за спины обороняющимся, атаковав их с тыла Задачей второй команды будет вырваться из окружения Для этого бойцы второй команды должны будут определить, какая из групп противника наиболее слаба И сконцентрировать весь огонь на ней Атаковать и уничтожить слабую часть окружающих и вырваться таким образом из окружения Упражнение второе На карте «Рудники» или на одной из городских карт Разместим более слабую команду за укрытием В одной из стандартных зон, защищенных от огня артиллерии Как и прежде, задачей второй команды будет вырваться из окружения Для этого бойцы второй команды должны будут определить, какая из групп противника наиболее слаба И сконцентрировать весь огонь на ней Атаковать и уничтожить слабую часть окружающих и вырваться таким образом из окружения Особое внимание атакующие должны уделять трём моментам Синхронизации своих действий Более сильная команда, разделившись на две группы, должна атаковать обороняющихся одновременно, выйдя в атаку из-за укрытия Правильно выйти из-за укрытия, не позволив обороняющимся уничтожить первые танки концентрированным огнём Как это делать, и как не позволить противнику отработать по фокусу при выходе из-за укрытия, мы рассматривали в предыдущем выпуске Академии В свою очередь, ставить фокус огня на самых уязвимых танках, тех, кто повёрнут к вам кормой, стараясь поджечь их или сломать боеукладку Как это сделать, мы тоже изучили уже в первом выпуске Академии и в ходе первого этапа На этом мы заканчиваем четвёртое занятие в Танковой Академии Но если наша работа по объяснению порядка окружения и выхода из него подошла к концу, то ваша только начинается Потому как только регулярные тренировки, повторения пройденного и проверка знаний в реальном бою могут принести пользу Прилежное выполнение тренировок – это путь к увеличению мастерства как лично вашего, так и ваших бойцов Желаем вам удачи на полях сражений в мире танков и до встречи на следующем занятии В котором мы расскажем о правилах работы светляков на различных картах Субтитры создавал DimaTorzok